Как не стать жертвой хакера или интернет-тролля? Ответ на этот вопрос ученики школы номер 2 поселка Октябрьский узнали на этой неделе на уроке медиабезопасности от НСИД. Правила поведения во всемирной сети рассказали ребятам 5-х и 6-х классов. Уроки по медиабезопасности это довольно-таки актуально, особенно для подросткового возраста, потому что дети ведут себя в интернете так, как они считают нужным себя вести. Но по сути никто не акцентирует внимание на том, как правильно себя вести в интернете. Отсюда появляются агрессии, отсюда появляются какие-то оскорбления в сообщениях, а потом эти все оскорбления могут вылиться и в настоящей, в реальной жизни. Поэтому мы с ребятами акцентируем внимание на том, как правильно себя вести, как правильно общаться, что нужно обязательно думать о сохранности своей личной информации, о сохранности своего компьютера, о том, что нужно делать, чтобы не поймать вирус, например, либо не попасться мошенникам. Подобные мастер-классы компания НСИД начала проводить в школах Копейска почти год назад. За это время уроки медиабезопасности превратились из обычных лекций в настоящие интерактивные занятия. Сейчас ребята смотрят видеоролики, участвуют в викторинах и различных играх. Например, школьникам из Октябрьского предложили разыграть ситуацию, когда в социальной сети пишет незнакомец. Красивые фотки пишут незнакомец. Спасибо, очень приятно. Разводится Марина на его, да? Да, познакомимся. Давай, познакомимся поближе. Нет, спасибо. После этого что лучше делать? Нет, не. Давай, черный список, совершенно верно. На протяжении всего урока ребята участвовали в викторине. За правильные ответы на вопросы они получали жетоны. Затем ученики, набравшие больше всего очков, обменяли их на сувениры от компании НСИД. Уроком медиабезопасности школьники остались довольны. Урок мне понравился. Он рассказал о новом, что в интернете надо соблюдать правила и не заходить на всякие сайты. И не качать файлы на всяких подозрительных сайтах. Не нужно заходить на чужие сайты, не заходить на какие-то ссылки. То, что нельзя отвечать другим, кто тебе просто пишет незнакомый. Компания НСИД проводит уроки медиабезопасности в тех районах Копейска, в которых предоставляет свои услуги. В поселке Октябрьский интернет от НСИД появился в начале октября. Доступ к сети есть в шести домах по адресам. Улица Ленина 6 и 10, улица Северная 17 и 19 и улица 26-го портсъезда 3 и 4. Для жителей этих домов действует акция. Интернетом и кабельным телевидением можно пользоваться в течение полугода по акционной цене. Всего 300 рублей в месяц за две услуги. Чтобы подключить НСИД, звоните 3 9 2 5 или оставляйте заявку на сайте insid.ru.